И мне нужно, чтобы ты... Ладно, ладно, ладно. Давай, давай, скорее. Всё, всё, снимай. Чёрт! Не может быть! Тебя словно от фотошопери. Доброго, доброго времени суток, дорогой зритель! Меня зовут Лещенко, Глеб, и в этом видео я хочу тебе рассказать жизненный путь Райана Гослинга от синдрома дефицита внимания до бегущего по лезвию. Райан Гослинг родился 12 ноября 1980 года в Лондоне, но не в британском, а в канадском, что расположен на юг-западе провинции Онтарио. Его отец Томас Рэй Гослинг был каме-въезжором при местной бумажной фабрике и постоянно пропадал на работе, как и его супруга Дона Гослинг, работавшей секретарём в компании. У Райана есть также старшая сестра Мэнди. Жизнь в семье была не сладкой, родители часто ссорились, а когда Райану исполнилось 13 лет, и вовсе развелись. Мальчик и его сестра остались жить с мамой. Впоследствии актёр шутил, что жизнь с двумя женщинами научил его мыслить, как девчонка. В начальной школе Райан был гиперактивным, драчливым. Он конфликтовал со сверстниками и не имел друзей. В первом классе, находясь под впечатлением фильма «Первая кровь» со Сильвестром Сталлоне, он принёс в школу ножи для стейков и начал метать их в учеников. К счастью, обошлось без жертв, но хулигана пришлось изолировать. Райан был переведён в класс для детей, требующих специального обучения, а затем и вовсе учился дома. После инцидента пришлось контролировать всё, что смотрел ребёнок по телевизору. К просмотру были разрешены только передачи с библейскими сюжетами и National Geographic. На это решение повлияло ещё то, что мама актёра была верующим человеком и проповедовала жёсткие требования веры мормонов. К счастью, в какой-то момент Дона Гослинг догадалась, что причина поведения сына кроется не просто в стремлении привлечь внимание, а в нереализованном творческом потенциале, который в сочетании с безграничной энергией, таившейся в мальчике с самого его рождения, искал выхода. Так, в 13 лет Райан был записан в знаменитый клуб Микки Мауса. Выпускниками которого являются также Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк. С последним Райан особенно сдружился. После выпуска из клуба в 1995 году ему не удалось покорить музыкальный Олимп, но он, наконец, обрёл уверенность в себе, преданных друзей и умение отвечать за свои поступки. Карьеру на телевидении Райан Гослинг начал с передач клуба Микки Мауса, а также эпизодических ролей в сериалах. Боишься ли ты темноты и мурашки? Более серьёзным стало участие в сериале «На волне успеха», который транслировался с 1997 по 1998 год, а в 1998 он получил главную роль в телесериале «Молодой Геракл». В 2001 году ему доверили ключевую роль в полнометражной драме «Фанатик». Эй, давай поцелуемся. Ты больше не в Нью-Йорке. Его персонаж – еврей-неонацист, разочаровавшийся в иудаизме и мечте стать раввином. После премьеры фильм получил массу восторженных отзывов и наград, в том числе на кинофестивале «Сендес». За этой ролью следуют работы в драматическом триллере «Отсчёт убийств», в психологической картине «Соединённые штаты Лиланда», в психологическом триллере «Останься». Именно поэтому на протяжении нескольких лет Райан ассоциировался у зрителей с противоречивым персонажем, раздираемым внутренним конфликтом. В 2004 году парень отошёл от привычных жанров и снялся в романтической мелодраме «Дневник памяти». Если мне кто-то понравился, если я влюбился, у меня ум в заразу заходит. Господи, в кого ты там влюбился? В тебя. Трогательная лента о старой записной книжке, сохранившей воспоминания о двух влюблённых, нашедших друг друга, потерявших и снова нашедших. Стало несомненным коммерческим успехом режиссёра Ника Касаветиса. Райану и его партнёрша Рэйчел МакАдамс принесла мировую известность. Очередной триумф ожидал актёра после выхода на экраны драматического кинофильма «Полу Нельсон», где Райан играет школьного учителя истории, не представлявшего жизнь без наркотиков. Фильм получил восторженные отзывы критиков, а в итоге Райана Гослинга номинировали на Оскар в категории «Лучшая мужская роль». За участие в следующих четырёх кинофильмах «Канадец» четыре раза номинирован на «Золотой глобус» как лучший актёр, но награду так и не получил. «Ларс и настоящая девушка», «Валентинка» — это «Дурацкая любовь» и «Мартовские иды» — это картины-номинанты на «Золотой глобус» с участием Гослинга. Со времён клуба Микки Мауса Райан не переставал увлекаться музыкой. В 2008 году он встречался с Рэйчел МакАдамс, а её сестра Кейлин — Заком Шилдосом, композитором и актёром. Как-то раз молодые люди разговорились и выяснили, что им обоим нравятся страшилки и всяческая хоррор-атрибутика. К тому же оба были увлечены идеей создания музыкальной группы. Так на свет появился коллектив «Дэнс Мэнс Боумс». В конце того же года ребята выложили в интернет свой первый трек «In the Room Where You Sleep». Спустя год группа презентовала свой депутный альбом «Дэнс Мэнс Боумс», в который вошли 12 песен. Увы, из-за большой загруженности Райана группа заморозила деятельность. В 2011 году состоялась премьера фильма «Драйв» от Николса Винден Крефна, в котором актёру удалось перевоплотиться в смелого и рискованного гонщика. Стоит отметить, что за всё время ими герой ни разу не упоминалось, а большинство трюков актёр выполнял без помощи каскадёров. В 2012 году вышел фильм «Место под соснами». Криминальная драма, появившаяся на экранах, стала популярной в США. Мировая кинопресса положительно приняла картину, особо отметив сценарий, который затронул тему семьи, отцовства и судьбы. А в 2013 году вышли фильмы «Охотники на гангстеров» и «Только бог простит». В 2014 году он впервые выступил не в качестве актёра, а взял на себя обязанности режиссёра, сняв фантазийную ленту «Как поймать монстра» в духе Дэвида Линча, Николса Винден Крефна и Теренса Малека. Массовый зритель принял фильм прохладно. Тем не менее, номинацию на две ветви Каннского кинофестиваля он получил. Одну в категории «Режиссёрский дебют», другую в категории «Особый взгляд». В 2015 году вместе с Брэдом Питтом, Кристианом Бэйлом, он снялся в киноленте «Игра на понижение». Этот запах, что это? Что? Чем пахнет? Адеколом? Нет. Возможностями? Нет, деньгами. О, всё ясно. Запах денег. Понятно. Райан появился в роли аналитика, сумевшего заработать не один миллион во время кризиса. Также в этом году он снялся в фильме «Песня за песней» с Натали Портман, Майклом Фассбендером, Руни Мара и Кейт Бланшетт. Лента рассказывает историю четверых молодых и полных энергий людей, заигравшихся в запутанные отношения во время техасского рок-фестиваля «Востине». В 2016 году вышел комедийный экшн-фильм «Славные парни» с Расселом Кроу. Лента рассказывает о наёмном вышибале и частном детективе, которые объединяются вместе, чтобы раскрыть одно запутанное дело. После твоего визита мы с этим малышом неразлочны. Папа, твою мать! Руки вверх! Также в этом году вышел нашумевший мюзикл «Ла-ла-ленд». За эту работу Райан получил награду «Золотой глобус» и вторую номинацию на премию «Оскар». А в этом году выходит многими долгожданный фильм «Бегущий по лезвию 2049» от Дэнни Бельнёва. По словам самого Райана, недавно сбылась ещё одна моя мечта. Я снялся в сиквеле «Бегущего по лезвию» с Харрисоном Фордом. В детстве обожал это кино и даже представить не мог, что когда-нибудь, во-первых, появится своеобразный его повтор, а во-вторых, это вообще что-то запредельное, и я там сыграю. И хотелось бы рассказать про забавный случай, который произошёл во время съёмок этого фильма. Сейчас на этом фото ты видишь запечатлённый момент, когда Харрисон Форд непреднамеренно бьёт Райана Гослинга по лицу в сцене Драгия. В декабре 2016 года Гослинг рассказал об этом инциденте во время работы над фильмом. По его словам, Форд случайно ударил его, а когда ассистенты примесли лёд, чтобы приложить к голове пострадавшего артиста, оттолкнул Гослинга и погрузил в лёд свой травмированный кулак. А Форд затем прокомментировал эту ситуацию. «Позже я зашёл к нему в трейлер с бутылкой скотча и налил ему стакан. А он сказал, что сейчас немного занят. Поэтому я вернулся в трейлер с оставшимся в бутылке скотчем». Вот такие бывают забавные случаи на съёмках. Дорогой зритель, на изготовление этого видео шло больше 18 часов, поэтому лучшей благодарностью будет подписаться на мой канал «Просто о кино». Каждую неделю здесь выходят всё новые-новые выпуски про кино. Также поделись этим видеороликом со своими друзьями в социальных сетях и поставь ему лайк. С тобой был на связи Лещенко Глеб, и до встречи уже в следующем видеоролике. Всем пока-пока-пока!